Мы говорим, мы не накладываем в это, надо действительно что-то делать. Но и сразу же предупредили, что не должно быть, не должно быть никакой интервенции, в том числе сухопутных войск, например. Поэтому позиция взвешенная, нормальная, та, которая должна быть у солидного государства. Вы не по-русски задали вопрос, не является ли это конформизмом. По-русски приспособленчество. Именно так мы должны действовать всегда, в семье, в УЗИ, на работе, в стране, по всему миру. Это не по-русски. А по-русски будете в могиле лежать, как полстрана лежит в могиле. Понимаете, по-русски. Это вы считаете по-русски, я тоже русский. Я вам еще раз говорю, нас заставили ввязаться в две мировые войны. И вы снова говорите, что мы должны с кем-то в Союзе быть? Никогда. С Исламом? Никогда. С Китаем? Никогда. Вы остались от Советской эпохи, почему вы не спасли Советский Союз? Почему не спасли? Вы генерал? Спасибо. Вот так кто победил? Вы вне любой исторической эпохи. Вы страну уничтожили, Советский Союз. Сейчас вы действительно слабые. И вы нам говорите, а будем воевать. Вы им скажите, они пойдут воевать, инкомат. Никогда такой полной политики. Вы кто хочет воевать? Кто готов ехать на Ближний Восток? В заливе. Китай. Не надо, надо воевать на дипломатике. Кто готов умереть там? Поднимите зеленые жезлы. Кто? Где армия? Зеленые жезлы. Поднимите, кто готов воевать. Раз, два, три. Спасибо. Спасибо. Я хочу, чтобы вы женились и жили счастливо. Я предлагаю Владимир Войтубович. Я предлагаю Владимир Войтубович. В Афганистан все, всех снижали и остались в обществе. Так что хороший был вопрос на самом деле. И сейчас не надо призывать к войне. Я бы на самом деле действительно... Не надо, а Америка воюет. Володя. Моё влияние Кира помолодела. Добился, добился у своего. И мы с ней возьмёмся за руки и пойдём гулять в парк культуры. А первые эти... А ливийцы так не могут. И я могу её целовать. Что? В Ливии, в Ливии. Вот за это, в Ливии вот за это я бы сейчас сел в тюрьме. Вы так хотите? Вот всё. Так, пожалуйста, вопрос. После, конечно, такой романтической речи, трудно возвращаться к таким формальностям, как ВЕТА. Но я думаю, моя позиция всегда её отставила. Я думаю, что право ВЕТА надо отобрать у всех. Я думаю, что это инструмент, который был в 45-м году принят. Потому что ситуация была совсем другой. Была холодная война. Только что закончилась Вторая мировая война. Страны-победители взяли себе право ВЕТА. Посмотрите, ну реально, в Совете безопасности нет арабских стран вообще. С какого? Почему? Там нет Африки. Там нет Латинской Америки. Там нет... У Японии права нет и нет вторая экономика мира. У Германии нет главной экономики Европы. Почему-то Франция. С какой стати? С какого будуна? Россия. Почему они взяли на себя право решать мировые дела? Америка. Китай. Вообще вся система несправедлива. Я прошу прощения у тех, кто не успел задать вопрос. Но мы уходим на короткую рекламу. Потом вернемся, где я по традиции задам один общий вопрос всем нашим экспертам. В третьей части программы я хочу спросить вас, каждого эксперта, что с вашей точки зрения может сделать Россия, чтобы вернуть мир на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и при этом не потерять своего престижа? Я отвечаю, как бы, по ходу. Значит, ничего сделать нельзя. Запущен механизм Третьей мировой войны, первый эпизод, январь 91-го года. Потом Афганистан, 2001 год, снова Ирак, 2003 год, Ливия, 2011, весь арабский мир. Поэтому войны и революции остановить нельзя. Единственное, что мы можем сделать, убедить Запад, что мы забираем Каддафи. Прекратите борьбить Ливию. Мы его забираем оттуда. Все. Вот это может помочь остановить кровопролитие в Ливии. Пожалуйста. Сейчас, в настоящее время, на Ближнем и Среднем Востоке идет такой процесс, который можно сравнить с поездом, идущим вниз, с товарником, который разгоняется все больше и больше. Я думаю, что любой здравомыслящий человек, здравомыслящий субъект, должен уйти от этого поезда как можно дальше. И вот это самая правильная, самая лучшая позиция России на нынешний день. Я думаю, что последние 20 лет идет формирование нового мирового порядка. Идет оно экспромтом, идет в порядке импровизации. Но те, кто в нем участвуют, те формируют правила игры на следующий полвека. Если Россия уйдет, то она останется на политической обочине. Я считаю, что надо активно заниматься формированием нового порядка. И закрепить свое влияние во всех потенциально новых, которые будут создаваться вместо ООН, в международных организациях. Но ни в коем случае не занимать пассивную позицию. Спасибо. Пожалуйста. Я думаю, что России не нужно вести себя как страуса, совывая голову в песок. Совершенно не согласны с этой позицией. Должна быть то, о чем мы говорили с вами уже. Активная дипломатическая работа нашего МИДа во всех странах Ближнего Востока и Северной Африки. Они просто созерцание того, что там есть мы, великая страна, и не должны оставаться в стороне. Пожалуйста. Я, коллегу, поддерживаю. Действительно, России нельзя оставаться в стороне. Но что Россия может предложить? Предлагать не только исламскому миру, предлагать всему человечеству свой проект. Каким мир мы видим в 21 столетии. Каково философия жизни, какова будет идеология международных отношений и так далее. Все это у российских и экспертов, и научных исследований в учреждениях есть. Нужно оформить вот в такой российский геополитический проект и предложить человечеству. Который никто не поймет. У нас был проект коммунизма. Он не поймет. Сейчас либерализм для всех. Все, пожалуйста. Если позволите, устаревшее по биполярному миру устройство блоков кончилось. И вот может быть, я хочу в это верить, вот та группа стран, которая воздержалась при голосовании по Ливии, является зародышем чего-то более современного. В том числе и Россия. Бразилия, Индия, Китай, Россия, Германия. Это абсолютно вне всяких привычных блоков, но это разумно. Это страны, которые имеют совершенно разные, но в чем-то сходные интересы. Они хотят стабильности. Может быть, они ее добьются. Спасибо. И если у вас есть некие свои предложения по этому поводу, пожалуйста, то, что не прозвучало здесь. Олег, журналист. Мне кажется, что Россия, для того, чтобы не повторилось то же самое у нас, что повторяется сейчас на Ближнем Востоке, возможно, повторится еще много где. Нужно срочно очистить социальные лифты, которые засорены ужаснейшим образом. И переходить от номинальных к реальных реформам. Вот и все. Спасибо. Коричневый микрофон. Алексей Парфенов, менеджер. Изъять из американских банков все международные вклады из Международного резерва. Коваленко Андрей, аспирант МГУ. Я считаю, что Россия должна открыть свободный набор военкомат для людей, которые хотят сражаться за обиженных и угнетенных во всем мире. Как это было в Югославии, мы могли поехать в Югославию. Как любой человек, любой парень моего возраста должен иметь право поехать в ту страну, где он чувствует обиженных и угнетенных. Спасибо. Но тогда вы погибнете там, а государство российское будет платить пенсию вашим детям, а вы погибли за чужое счастье, за чужие интересы. А кто, собственно, мешает нашему собеседнику поехать? Мы готовы платить за вас пенсию вашим детям, вашей семье? Не надо. Нам нужны герои здесь. Это тоже надо иметь в виду. Я должна заканчивать передачу. Вы знаете, честно говоря, вот в этой ситуации меня волнуются совершенно простые вещи. Вот как можно убивать, ханжески говоря о том, что борешься с тем, кто убивает. Как получилось, что право сильного стало решающим в любых вопросах. И в связи с этим гордая формула западной демократии вдруг приобрела отчетливо, уродливые, почему-то очень знакомые формы. Когда-то на заре советской власти был популярным лозунг «Железной рукой подвинем человечество к счастью». Мы знаем, что из этого получается. По-моему, но это субъективный взгляд, на наших глазах в Европе и США рождается новая идеология. Поддерживать или устанавливать так называемую демократию любыми средствами. Если нужно ложью, нужно силой или убийством ни в чем не повинных людей. Неужели на смену 20 веку пришел век 21, который пытается управлять нами не с помощью новых технологий, а возвращая в какое-то сумеречное, недостойное современных людей прошлое? Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Встретимся в программе «Народ хочет знать». Спасибо.